я открываю глаза и мне кажется я слепой всем привет друзья я сегодня к вам судя по губам из девяностых судя по свитшоту из начала двухтысячных короче барышня из прошлого на самом деле шучу у меня тут ангелочки у меня какой-то космос за моей спиной и это не случайно тема небес как-то будет сегодня прослеживаться смотрите письма которые мне приходят на сайт angelofrenia.ru делятся не только по тематикам что наличным для подкастов и для гладильных блогов но они еще внутри каждой из этих рубрик делятся под той направленности которую закладывал автор или авторка письма кто-то хочет разбор своей истории потому что запутался кто-то хочет получить профессиональный совет и понять в каком направлении двигаться для решения своей задачи а кто-то просто хочет поделиться историей кто-то с целью назидания кто-то с целью что просто поделиться опытом да что вот девчонки не повторяйте моих ошибок таких писем правда много я почему-то их не беру потому что есть ощущение что человеку которого прям запрос как будто бы важнее на самом деле я не права я не права нужно брать разные письма это будет справедливо как минимум и есть люди которые хотят понять что они не одни люди которые хотят поделить свою боль почему нужно делить боль и одиночество почему вы скажете зачем мне чужие проблемы давай может быть они не нужны и как бы это логично но горе или одиночество если ты один пытаешься съесть этот пирог то ты им подавишься но горе поделенная на большое количество людей уже не такое страшное и уже с ним можно справиться и уже это не такая драма не нужно сбрасывать со счетов вашу поддержку кто-то пишет комментарии под подкастами под чнл кто-то нет не виню вас не каждый решится под своим реальным именем или даже под ником который например знают ваши друзья написать комментарий который ну может быть какой-то сверх личный на это нужно смелость и я предлагаю если вы хотите поделиться своей историей я долго подвожу долго запрягаю потому что это нужно сейчас делать именно в этом подкасте если вы хотите поделиться своей историей но не можете сделать это под своим ником пишите мне вконтакте или пишите мне на почту и я буду писать комментарии от подписчицы заглавными буквами я уже так делала под многими подкастами двоеточие ваша история но я буду это писать от своего имени то есть вы ничем не рискуете ваша анонимность сохраняется но пожалуйста давайте эту поддержку потому что авторкам письма да и просто людям со схожими проблемами очень важно прочесть ваш отклик да сегодня письмо в котором в принципе уже ну запрос остался иначе да это письмо не было написано но при этом у нас как бы свет вышел уходи солнце уходи у нас тут запланирован был этот вечер у нас синяя все и звезды извините блэкаут не справляется сегодня я буду говорить мало своего мнения потому что а чё тут говорить все и так понятно авторка письма умница она на пути к решению своей проблемы в конце я возможно там заключение какое-то дам резюмирую мне есть что сказать но тема настолько скользкая что как будто бы я даже боюсь что-то говорить чтобы не наговорить себе на соседнюю камеру с хованским первое что пишет авторка что у нее были попытки придать свою историю огласки через других youtube психологов которые разбирают письма подписчиков но никто не взялся за ее историю никто не озвучил ее историю потому что тема зыбкая а вы же понимаете у меня репутация и собственно подписчица говорит о том что если я тоже очкану она меня поймет да я очкую но я берусь давайте так важная деталь которую я поняла недавно я отношусь к категории высокочувствительных людей то есть я не просто сверх впечатлительная а это обусловлено моей нервной системой которая реагирует на окружающий мир на событие интенсивней чем условно нормального ребенка это такая ремарка которая позволит нам понять на самом деле сейчас когда я начну читать вы возможно узнаете себя не обязательно в религиозном аспекте этого вопроса потому что я прям узнавала себя в некоторых моментах если узнали себя ставьте лайк до пяти лет я была чуть стеснительной но непосредственной и открытой затем родители резко ударились в религию привлекли и меня я стояла вместе с ними трехчасовые церковные службы молебны молилась дома на коленях и тому подобное то есть это возраст совсем маленький не в состоянии ребенок как-то критически мыслить еще что-то то есть это просто то что воспринимается абсолютно на веру потому что авторитет родителей настолько силен что с ним даже не возникает мысли спорить в шесть лет моя жизнь разделилась на до и после и это самое страшное что я пережила папа рассказал мне что есть не только невидимые бог и ангелы но и бесы которые каждую секунду рядом со мной я была в таком ужасе что не передать и с тех пор у меня началась бессонница мне всюду виделись черти в темноте плюс у меня всегда была бурная фантазия я закрылась перестала доверять родителям что-то им рассказывать рассуждала так если и бог такой могучий не уничтожил бесов значит они самые сильные и они уже рядом со мной дышат мне в спину хотят забрать к себе на вечные муки и родители меня не спасут ведь они слабее бога я осталась наедине сама с собой с невидимым страшным миром кто-то скажет но у господи ну просто впечатлительная девочка с бурной фантазии да родители там запугали ой-ой-ой меня особо не запугивали вот давайте так но у меня примерно в этом же возрасте было нечто похожее например когда у в доме у матери моего отца я шла а там знаете вот это вот деревенская тема когда вот дом построен несколько комнат а потом еще до хрена пристроек делают и дом получился длинный такой кишкообразный и комнаты между собой почему-то двери это не модно границы лично это не модно модно тряпочки вешать вот эти знаете шторки деревенские и каждый раз когда из одной комнаты переходила в другую и был вот момент когда я открывала эти шторки заходила в новое помещение я все время уголком глаз вот знаете периферическим зрением краем глаза видела какое-то движение понятно что в доме никого не было в доме вообще было не принято находиться знаете все накрыто салфеточками все красиво все прилично в доме никто не жил все жили в летней кухне где-то там где неудобно а дом это красиво это парадно это для гостей то есть там никого точно не было даже там никаких домашних животных не было типа кошек да но я все время видела краем глаза что-то чуть позже когда я начала читать стивена кинга я стала бояться всего лангольеров форнитов томинокеров кого угодно я боялась блин всего у стивена кинга он же вообще веселый тип он любит пугать людей бытовыми вещами ну типа знаете дверь шкафа чуть приоткрытая а в этом шкафу живет утопленник стиральная машина которая убивает людей и так далее и так далее то есть что-то такое бытовое что вообще-то сталкиваешься с ним блин каждый день но при этом пугает до усрачки и я понимаю что это мой мозг дорисовывал что-то такое но этот страх настолько сильный и парализующий что до сих пор ну скажем так я ночью десять раз подумаю я прям очень хочу в туалет или я потерплю потому что потому что мне страшно то есть я до сих пор боюсь темноты когда я с вероникой например я не боюсь ничего я чувствую в себе такой стержень ничего не боюсь я стараюсь не насаждать ей свои страхи но если я одна совсем например там ребята куда-то уехали я остаюсь одна ху-ху мне очень-очень страшно да давайте продолжим у нас история длинная на самом деле просто захотелось сделать отсылку если вы вспоминаете свои какие-то вообще магическое мышление детям свойственно почему потому что когда ты не понимаешь природу вещей тебе проще поверить в то что у этого всего есть какое-то мистическое религиозное религиозная природа да явление этих вещей тебе просто проще в это поверить потому что наука она сложная никто не будет ее постигать тем более в таком раннем возрасте и все сводится к тому что ну вот оно само вот она значит пиковая дама как там чего кого еще вызывали бабку матершинницу гномик какой-то да помните надо было конфетку между натягивать между двумя нитками там что-то ну я тоже этого не помню сейчас точно как это делается но пиковая дама это точно вот поэтому это детям свойственно другой момент обратите внимание что пишет авторка она закрылась от родителей казалось бы это те люди с которыми тебе нужно это обсудить они же с тобой на одной волне вот этой религиозной но страх этот настолько парализующий и рациональный что дети о нем не говорят а если говорят что отвечают взрослые что мне отвечали например не выдумывай что за глупости ну и всякое такое то есть мои страхи не колыхали никого продолжить что мы делаем с Вероникой например я во-первых Веронике рассказываю что дома она самая сильная дома никого нет значит кроме нас и говорю Вероника у тебя в доме ты самая сильная я вообще говорю кто у нас самый большой и страшный она такая папа я говорю правильно поэтому поверь никто к нам в дом никогда ну я имею ввиду там да она смотрит видосы всякие там это значит какой-то этот кот ужасный потом забыла существо которое обнимает всех есть девочка и мальчик синий забыл как называется ну она все это смотрит да типа там сиреноголовый еще что-то и она периодически пугается если я не уследила она эти видосы посмотрела и иногда если прям я вижу что она встревожена она как-то не торопится отходить ко сну я прям беру Веронику за руку и мы идем по всем комнатам мы заглядываем во все шкафы под все кровати мы убеждаемся что дома никого что дома безопасно мы вместе закрываем дверь входную на ключ то есть чтобы она знала что она в безопасности вот так это нам помогает да то есть Вероника этим это не боится конечно она если перебегает из своей комнаты ко мне спать да в спальню то разумеется она несется по коридору потому что мы все знаем что под кроватные монстры могут нас съесть это шутка но тем не менее да она конечно же бежит ну это наверное нужно просто перерасти так вот возвращаемся к письму я любила читать и когда детские книги закончилась брала все что находила дома приступила к книгам явно не предназначенным для детей про посмертные муки про проклятие жития святых и тому подобное меня ошарашило открытие что каждое мое плохое действие слово и даже мысль это значит грех и стоит мне помыслить дурное бес находящийся рядом со мной растет и он все больше и больше а я маленькая и слабая и никто меня не спасет так появилась почва для гиперконтроля я стала контролировать свои мысли настолько что впервые случайно допустила матерное слово мысленно 16-17 лет когда начался пубертат открылся новый уровень страданий мое тело перестало меня слушаться ну разумеется я не могла это контролировать оно казалось мне гадким грешным ведь я уже не ребенок который менее грешный а недоженщина какая-то слово какое жуткое недоженщина да мне просто больно я это письмо уже читала раз пять и все равно каждый раз у меня прям мне так горько вспоминать сейчас как я 13-летняя девочка со всей силы била себя кулаками по груди чтобы она не росла как и не хотела даже выходить из комнаты когда поняла что и со мной началась эта мерзость месячные к слову с самого начала они у меня были еще и очень болезненные и негативное отношение к ним явно на это повлияло тоже необходимо сделать остановку обратите внимание пубертат вообще очень тяжелый период для всех и для мальчиков и для девочек причем я даже честно говоря не знаю для кого сложнее потому что все таки про девочек все говорят девочки ну как то девочки быстрее развиваются и сообразительней и они если что информацию найдут и обычно отношения у матери с дочерью ну давайте так если брать какую-то общую выборку то отношения между мамой и дочерью обычно ближе чем между сыном и отцом например потому что отцы у нас там работают а мать поближе как-то к детям находится и задать вопрос маме или мама сама видит что что-то происходит и сама вмешается вероятность больше чем то что сын придет к отцу пока тот значит в гараже перебирает машину да и скажет папа а у меня вот тут такое что со мной вряд ли вряд ли если ребенок сам начинает гуглить свои симптомы если ребенок начинает интересоваться там друзей или еще что-то неизвестно какую информацию он нароит поэтому когда я говорю что необходимо просвещать детей в вопросах их анатомии физиологии не только на уровне школьной программы биологии а более расширенно все возмущаются вы наших детей хотите совращать да нет не совращать не развращать ваших детей никто не собирается но от того что вы скрываете от них информацию вы их не защищаете природа берет свое и либо ребенок подготовлен и принимает свое тело и такой о опачки месячные ну да это естественно это очередной этап моей жизни классно я взрослею супер либо ребенок воспринимает это как жуткую травму понимаете мы можем закрываться от этого сколько угодно прикрываться скрепами еще чем то ну это мы делаем для себя для того чтобы подстелить соломку себе да потому что ребенок удобный 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 когда он тихий забитый что-то сидит девочка дома читает если она не принимает свое тело ну явно она с мальчиками ничего делать не будет гляньте как все удобно значит не будет позора какого-то да не будет сниматься потом в передаче беременна в 16 это ужасно это ужасно мне так жалко мне честно мне так жалко эту девочку на всех этапах мне жалко ее на этапе когда она боялась всего так хочется не знаю но у меня все время во мне вот это деметра просыпается так хочется взять на руки качать и говорит солнышко никто тебя не обидит никаких бесов мало того что не существует а даже если бы они существовали я твоя мама рядом и я любого беса и все потому что твоя мама и мамина любовь сильнее всего на свете она горы может сворачивать и ты под защитой я всегда на твоей стороне я всегда буду тебя защищать и не важно от кого потому что ты моя моя любовь моя жизнь ты моя вот так и в подростковом возрасте еще еще болезненней потому что вот этот переход от детскости к юношеству он правда болезненный потому что психологические изменения мощные и к ним прибавляется изменение тела и если вы думаете что все девочки у меня выросла грудь как классно нет нет есть часть девчонок для которых это ужасно есть часть девчонок для которых округлившиеся бедра это беда это причина там не знаю не хочу все что я скажу сейчас может быть ну короче применять к себе некоторые методы воздействия которые крайне негативно скажутся на их здоровье просто потому что она не хочет быть вот такой она не понимает она не принимает эти изменения и тоже так хочется объяснить объяснить все вернуться в прошлое но я же не могу так и вернуться в прошлое и поговорить и объяснить и и ладно двигаемся дальше о родителях понимаю что хочется их оправдать весь издается впечатление какие изверги но тут я не знаю при чем здесь слово оправдать может обвинить не знаю но спустя годы когда я мельком начала затрагивать в разговорах с ними эту тему оказалось что они и не подозревали о глубине моих детских страданий и самоконтроле из-за страха попасть в ад на вечные мучения я была самостоятельной неразговорчивой и им казалось что я просто немного необычная раз молчаливая ладно попыталась оправдать но тут меня бомбануло за поступки меня наказывали я стояла на коленях в углу а если перечила высказывала свое мнение делала недовольное лицо и папа мог дать мне пощечину как ой не буду говорить ладно простите сами сами домыслите и ремнем меня мук ударит по рукам лет в 15 это прекратилось опять таки делаем остановку смотрите родителю признать что с ребенком что-то не так что ребенку требуется помощь очень сложно мой ребенок нормальный поэтому если ему нужна помощь психолога это что получается либо я хреновый родитель не справляюсь а это знаете это болезненная мысль с ней практически невозможно смириться либо с моим ребенком что-то априори не так если я хороший родитель я хороший значит с ним не так но если ребенок какой-то не такой да один из самых базовых страхов у родителей то что ребенок будет отвергнут обществом в той популяции в которой он находится потому что если ты это идет у нас из древности если тебя выгнали из общины тебя сожрет саблезубый тигр потому что ты один идешь по саванне вот так и в данном случае у родителей включается мой ребенок такой же как и все это иногда вы можете замечать когда например ребенок с очевидными проблемами я не говорю сейчас про инклюзивное образование это очень классно это правильно так должно быть но бывают дети которые в силу своих психических особенностей и определенных диагнозов порой нуждаются в тьютере нуждаются в людях которые со специальным образованием будут за ними следить и их обучать и должны быть государственные программы и они на бумаге есть вот но таким родителям тяжело признать что мой ребенок какой-то не такой и ему нужно что-то особенное хочется чтобы ребенок был как все как все потому что если ребенок как все его не выгонят из общины понимаете и таким образом родители суют этого ребенка в школу в школе ребенку дико тяжело дико тяжело но зато маме хорошо мама конечно в оппозиции будет со всеми вы все нас не понимаете вы все плохи разумеется конечно одна ты хорошая не прислушалась к потребностям своего ребенка а реализовывала собственное эго какая ты молодец пятерка тебе вот поэтому обратите внимание бить девочку классно очень классно давайте ее бить давайте над ней издеваться ставить вот в угол на колени ну что ж это такое что ж вы за звери такие и будем воспитывать удобного для себя ребенка по поводу не догадывались о глубине переживаний любопытный момент если вы со своими страхами со своими какими-то моментами придете к вашим родителям и скажете вот вы уже взрослый человек мам а вот помнишь там перед скажут нет никто не будет помнить никто не скажет а да я замечала что у тебя вот есть определенная тревожность но ничего не сделала нет они скажут что ничего не помнят поверьте мне а когда начинаешь говорить так меня били все детство нет никто тебя не бил ты что ты что ты выдумываешь да никто тебя не обижал да никто тебя не оскорблял все было замечательно не было ничего такого ага очень выборочно память срабатывает у родителей в 15 лет я утратила способность радоваться мое лицо стало напоминать безжизненную маску спокойную ничего не выражающую накануне 15-летия я рыдала потому что не хотелось дальше жить где-то в этом возрасте начались тенденции к самоповреждению сначала обдирала себе кожу на костяшках рук а в 19 у меня началось расстройство пищевого поведения анорексия плюс арторексия арторексия не знаю куда ударение кто не в курсе арторексия это маниакальное увлечение якобы здоровым образом жизни когда наблюдается ограничение в питании либо в выборе продуктов супер здоровых никакой там ничего допустим никаких сладостей ничего химического мы за пользу и это может восприниматься у многих как ну человек на правильном питании ну классно же это же так полезно на самом деле это тоже заболевание да тут же и жесткая дисморфофобия я часами не вылазила из тренажерного зала ненавидела свое лицо и каждый сантиметр тела бывали даже эпизоды дереализации когда мне казалось что это чужое тело не мое помогите вытащите меня отсюда и все в таком духе бедная девочка моя почти всю жизнь я прожила строго держа себя как монахиня даже контролировала свои мысли чтобы меньше грешить в 21 год я сломалась устала настолько что взбунтовалась и стала отходить от этих верований с богом у меня ассоциируется только жестокость издевательство заповеди грехи и наказания в то время мы много ругались с отцом замечаете да отцовская фигура бог т т т пошел отход от религиозной вот этой вот составляющей взаимоотношений соответственно отношения с отцом стали разрушаться девочка не повинуется тому чему ее учили да перестает быть послушной перестает быть покорной монахиней да как она сама себя пишет и соответственно нарушаются отношения с отцом это все это все в связке это все взаимосвязано однозначно отдельно про отношения с противоположным полом на самом деле это можно даже было не писать исходя из письма можно предположить какие отношения с противоположным полом Никакие. Это логично и закономерно, думаю, все это понимали. Честно говоря, я не знала, это вообще письмо для подкаста, я думала, куда это письмо положить, положить в какую папочку. У меня есть папка для рубрики «Что на личном?», потому что здесь много про отношения со своим телом, и как будто бы даже можно было туда отнести, но я решила, что читать это письмо с красными губами я просто не смогу. Моя боль, их просто нет. У меня есть подсознательное отвращение к мужчинам, потому что они, как бы это сказать, поднимают во мне животное начало. Когда я наедине с мужчиной, я теряю суперконтроль, и мое нормальное природное влечение, задушенное и забитое, выходит. И меня это пугало настолько, что казалось, будто в момент, когда я с кем-то увлеченно целуюсь, на меня смотрит кто-то осуждающий. Я чувствовала себя потом гадкой и грязной. Моя девочка, да что ж такое? В общем, я сама никогда не проявляла инициативы, поскольку не понимала даже, что это такое пофлиртовать. А те смельчаки, которые сами тянулись ко мне, через несколько недель общения были мною отвергнуты, даже если я видела, что отношения, к моему удивлению, получаются. Я нравлюсь, я интересна, я вызываю восхищение. Это у меня вызывало ужас. Ведь отношения развиваются, значит, вскоре дело может дойти до физической близости. И я вся такая в шоке от этого открытия бросала парня до того, как между нами может что-то начаться. Получилась схема отношения хорошие, какой ужас, срочно избавься от этого парня. Именно так. И схема повторялась несколько раз. Прикасалась ли я как-то себе, чтобы сделать приятно? К себе, наверное. Даже мысли такой не допускай. Это отвратно же. Да что говорить, я настолько потеряла контакт со своим телом, женственностью и сексуальностью, что чуть ли не в 20 с лишним лет впервые решилась посмотреть на себя в зеркало голой. До этого я закрывала глаза. Сейчас мне 27, и я девственница. И очень стыжусь этого. Порой думаю, блин, надо было согласиться когда-то, переспать. Теперь хоть на мне не было бы этого клейма старой девы. И самое ужасное, что природа все же взяла свое. Во мне проснулось такое сексуальное влечение, что уже второй месяц не знаю, куда деваться. Это письмо было написано достаточно давно, поэтому не знаю. Солнце, напиши, пожалуйста, что сейчас с тобой происходит в плане вот именно влечения и так далее. Если найдешь в себе силы, я не принуждаю. Видимо, прорвалось все то, что я сдерживала и душила всю жизнь. Помочь себе я не могу, мешают старые тупые установки. И мега-победой для меня недавно стало то, что я впервые в жизни решилась посмотреть в зеркало на свои половые органы и прикоснуться. Смертельно боюсь знакомиться с мужчинами и окажусь себе для этого недостойной, некрасивой, хуже других. Сейчас в свои 27 лет я потеряна. Нет смысла жизни, нет отношений, нет понимания, куда идти, в какой сфере работать по-серьезному. Я всего боюсь. Я вечный фрилансер за 5 копеек. Ощущаю себя вечным ребенком, недоразвитой и очень злюсь на себя. Так и хочется растрясти, сказать «Живи, дура!» Что я сделала, чтобы себе помочь? Прошла курс психотерапии, потом второй. Годам в 25 кое-как победила РПП. Отучилась в магистратуре на психолога, изучаю литературу. Учусь выражать свое мнение, вступать в конфликты, решать их, защищать свои границы. И все еще хоть что-то, что может дать мне опору помочь в исцелении от детско-религиозной травмы. Ксюше было трудно писать об этом, это очень лично и стыдно для меня. Однако мне так важно, чтобы эта тема получила огласку. Чтобы о ней начали говорить. Наверняка есть такие, как я, кто на пороге 30-летия вдруг оказался наедине с безумно, загравшим либидо, годами затоптанным безумными установками о чистоте душевной. Я просто хочу быть не одна. И если вам моя история покажется интересной, я буду рада. Ты знаешь, тут дело даже не в интересности. Солнце, дело не в интересности твоей истории. Дело в боли душевной, которую ты передаешь этим письмом. Понимаешь? Ты же мне тоже душу вынула. Я пока читала. О, боже мой. Это же чертовски тяжело. И тяжело не потому, что... Почему тяжело? Давайте так, честно. Почему? Потому что я понимаю, что на любом жизненном этапе тебя можно было подхватить и не допустить того, что происходит сейчас. Можно было. Но это никто не сделал. Понимаешь? Поэтому есть ощущение, что это, блин, сказка о потерянном времени. Но! Но! Ребята, вы просто не видите. Письмо структурировано. Оно разбито на блоки. Письмо написано грамотно, четко и по делу. Я не вырезала практически ничего, кроме там лирики в самом начале. А письмо написано... Вы слышите, как? Так пишут умные люди. Умные, рациональные и все про себя понимающие. Вы где встретили здесь хоть одну психологическую защиту? Да не было их. Да не было. Она четко по фактам... Это адвокат. Это идеальный адвокат просто. Четко по фактам, по делу все рассказала. Да умница! И то, что подалась в психологию, тоже молодец, потому что мы все знаем, что психологи чаще решают свои проблемы. И в психологии идут изначально решать свои проблемы, нежели... Боже, какой пересвет! Извините, я не смотрю тут на себя. Давайте вот так сделаем хотя бы. Ужас! Психологи идут решать не чужие проблемы, а свои. И как только разрулятся со своими, они, в принципе, способны помогать другим людям. Почему важно быть проработанным психологом? Почему у психолога должен быть свой психолог? Да потому что, чтобы не перекладывать свои проблемы на других людей. Вот и все. Чем бы я посоветовала вот эту дыру в душе занять? Есть очень много потребностей у всяких женских... Тебе нужно, во-первых, нужен обмен женской энергии однозначно побыть, поплескаться в кругу других женщин, ощутить поддержку. Я уверена, что найдутся комментаторы, кто напишут внизу здесь тебе что-то очень важное для тебя, и ты услышишь какие-то слова, которые для тебя будут важны. Но тебе нужен обмен женской энергии. Это очень много дает. Вы скажете, она же пишет о проблемах с мужчинами, при чем здесь женщины? Нет! Нет! Мужское общество, пока ты не в ресурсе, может восприниматься как чужеродное, как у нее и происходит. Как только она восполнит свой ресурс, как только она приобретет немного уверенности в себе, поймет, что ее проблемы не уникальны. Да, здесь проблема, разумеется, изначально идет от религиозной составляющей отношений между родителями. И заметьте, мы про мать ничего не слышим. Где ты была, мама? Блин. Мы слышим про отца, жестокого отца. И поэтому я говорю, что необходим контакт с женщинами, чтобы где-то компенсировать себе недостаток. Я уверена, что у тебя в институте, там, в университете была любимая преподавательница, которая была по возрасту схожа с твоей мамой, на которую ты смотрела восхищенными глазами, она казалась тебе такой сильной, такой мощной, она такая была покровительственная. Ну, сто процентов было. Не могло не быть. Мы все находим себе такого персонажа. Ну, у кого где, болевая точка, разумеется. Давайте поговорим чуть-чуть про религии, про древнюю Грецию. Давайте в безопасное уйдем русло. Все религии, они мужские, они патриархальные. Суть любой религии подчинить женщину, сделать женщину удобной. Вы скажете, ну как, пантеон греческих богов, да там же дофига было богинь. Да, но какие это были богини, какие? Подумайте. Герри изменял Зевс постоянно со всеми. Кого-то насиловали, кого-то крали, кого-то, типа, Персифоны, там, в подземное царство уносили. Их мучили, выдавали замуж. Улавливаете связь? Изначально, насколько там, я помню, была все богиня, да, Иштар, как же еще ее называли, господи, Исис, да, ну по-разному. Это была такая все богиня, и она прародительница всех и вся. Но вы об этом знаете крайне мало, я уверена. Если у вас спросить, вы скажете, кто главный бог? Зевс. Правильно? Но нет, до Зевса было еще много всего, очень много всего. Но из нашего мироощущения как-то выморали, вытерли тот факт, что изначально, есть даже книга, да, когда бог был женщиной, выморали вот эту вот идею о том, что изначально женщина была в видении вот тех древних, древних людей, можно их назвать, мифы древней Греции, ну да, в видении древних греков женщина изначально была как явление, но у нас это все затерли. Бог-мужчина, а если есть женщина рядом, где-то, богиня, то это, ну какая-то, кто она там? Ну жена, ну дочка, ну любовница, ну там, ее положение крайне незавидно. И это делается для того, чтобы мы же отождествляем себя, как ни крутите, с богами, да, по образу подобия, все дела. У язычников, да, считается, что люди это дети богов, соответственно, нужно ориентироваться на, то есть есть рабы божии, да, есть дети богов, и нужно ориентироваться на поведение богов, перенимать их манеру, да, то есть мужчина это столб, это центр семьи, центр всего, и женщины, как маленькие спутники, должны вращаться рядом. И ценность женщины определяется тем, насколько она может быть полезна мужчине. Можешь рожать? Полезно. Можешь готовить пищу, хранить очаг семейный? Полезно. Шпехаться с тобой круто? Тоже полезно. Если ты покладистая и языком своим не лязгаешь, тоже очень полезно. Зайди на мужскую территорию и все. И ты, блин, вообще будешь подвергаться гонениям и так далее. Тебя затекают. Ремнем будут бить по рукам, ставить на колени, потому что ты подняла голову, ты замахнулась на плюшке патриархата, на которую ты, маленькая дрожащая тварь, не имеешь права. Вот. Как это не к вам обращение, это и ко мне в том числе. Мы все в этой истории живем. Когда ты понимаешь, что для чего сделано и кому это выгодно, немножечко рассеивается вот этот туман войны и становится понятно, для чего, что делается. Я безумно счастлива, что два курса психотерапии было у нашей авторки. Теперь я бы, наверное, порекомендовала, так как вроде как главный запрос на тему, да, все-таки секса, отношения со своим телом, я бы порекомендовала обратиться к сексологу. Почему? Сексолог имеет своей направленностью, да, непосредственно отношения между полами, отношения со своим телом. И просто психолог, он, конечно, тоже поможет, но у него несколько другие задачи. Условно, если у тебя болят зубы, то нужно идти к стоматологу, да, а не просто к терапевту. Терапевт тоже врач, но он в зубах не разбирается. Так и просто психолог, он может быть специалистом психологии личности, там, психологии утраты, там, кризисных состояний, еще чего-то, но он будет безумно далек от темы секса. Поэтому, если есть такой запрос, нужно идти к локальному специалисту. Это должны быть очные встречи, не онлайн. Почему? Потому что они будут ценнее. Ты затратила время на дорогу, ты видишь человека, ты соприкасаешься с ним полем. Это очень важно. И когда ты общаешься онлайн, есть такое ощущение, что как будто бы, знаете, кто-то может вас подслушать, да, информация куда-то уползет. Поэтому, если вы будете в кабинете сексолога, выбери женщину, выбери женщину сексолога по возрасту, там, как мать, то есть, пускай это будет взрослая, солидная женщина. Ее слова будут доходчивее и лучше по отзывам, да, прям послушай, почитай, чтобы не нарваться на... Ну, не хочу говорить слово шарлатана, но вообще. Будет больше доверия, если ты будешь встречаться с ней где-то у нее в кабинете, например. Твоя проблема, она не глупая, она не поверхностная, она серьезная, правда, и, конечно, нужно с ней разбираться. Какова, значит, каков прогноз, да, прогноз хороший, на самом деле та колоссальная работа, которая уже была проведена и степень осознанности у авторки письма такова, что, ну, я думаю, что есть, есть хорошие шансы разрулить эту ситуацию. По поводу девственности, вот эта сакральность, которую мы предаем, это, опять-таки, история патриархата. Нету никакого клейма старой девы, нету ничего, с чего ты взяла, что тебе вообще нужно это проникновение. Вообще, хороший сексолог не будет тебе ничего говорить и начать вообще действительно с осмотра себя в зеркало, с прикосновений, с ведения дневников, на что ты реагируешь, потому что ты же триггеришься все равно. Ты возбуждаешься от чего? От чего ты возбуждаешься? От образов мужчин в кино, например, или от порно, или от своих фантазий, или от того, как узкие джинсы швами, там, блин, это не для этой рубрики все я говорю. От чего? От чего наступает возбуждение? То есть, с дневников самонаблюдения это все начнется, не быстрая работа, тебе никто не скажет, иди занимайся сексом, давай, срочно. Нет, 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 это все очень постепенно, тут не работает, знаете, как этот, надо зайти в холодную воду и быстро окунуться, и там, нет, нет, здесь нужно постепенно, привыкая к прохладе воды, и каждый раз по шагу, по нескольку сантиметров, ты спокойненько в эту воду погружаешься, пока не почувствуешь себя комфортно. Вот так. Ты умница, ты все делаешь правильно, ты молодец, тем более ты психологиня. Попробуй заняться помощью другим людям, попробуй, попробуй на телефоне доверия поработать. В каждом городе он есть, есть социальные службы, там, правда, платят мало, в Краснодаре 17 тысяч зарплаты, два через два, по-моему, не помню сейчас, не помню. Попробуй поработать в кризисных центрах для женщин, попробуй свои знания реализовывать. Это будет полезно, потому что ты поймешь, что ты не одна, что страхи, которые у тебя спровоцированы были вот этим религиозным аспектом, они есть и у других людей, просто там не в религиозности дело. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо, ты прям заслужила, ты уже все свое отстрадала. И теперь нужно пожить. Вот нужно прям пожить. Действительно встряхнуться, действительно возможно переключиться, потому что, ну, явно у тебя есть направленность внутрь себя, да? А давай попробуем переключиться, давай вот этот вот фокус сместим на других людей. Работа внутренняя твоя, она все равно будет идти, но давай попробуем немножечко с другими женщинами пообщаться, запустить вот этот поток энергообмена. Это может сработать. Да это точно сработает, особенно учитывая твою старательность и ответственность. Вот такое письмо, вот и как с этим жить. А у меня таких писем, знаете, сколько? Много, много. Если вы хотите поделиться своей историей, вам кажется, что ваша история назидательная, что ваша история может чему-то научить других девчонок, обязательно в начале письма пишите об этом, что я хочу поделиться своей историей. Ксюша, вообще твои комментарии слушать не хочу. Просто хочу, чтобы моя история была озвучена. Вы знаете, в моей жизни, у меня же много женщин всегда вокруг было, девчонок молодых, у меня есть подруги со школы, из детского сада, до сих пор и вообще. Со Светой мы дружим 20, сейчас скажу, подождите, 28 лет. Представляете? Я наблюдала за разными девчонками, и у меня в доме было достаточно много лояльности, особенно, когда родители развелись, так вообще. но у меня было все лояльно, то есть у меня все время лежали какие-то газеты спид-инфо, экспресс-газета, знаете, с этими полуэротическими рассказами. Лежали какие-то женские романы с этими мужчинами с голым торсом и женщинами в платьях со спущенными плечами, то есть можно было все брать, читать. И я тоже читала ужастики и вот эту вот билетристику все. Когда я говорила об этом своим подружкам, для них это был шок, для них моя квартира и доступ к информации был территорией свободы. У меня была куча книг про тело женщины, ну короче, энциклопедии куча, где именно рассказывалось о том, что ты не должна соглашаться, если парень говорит, что он не будет с тобой встречаться, если ты не будешь с ним спать, ты не должна соглашаться, ты должна делать только то, что ты хочешь. То есть я все это впитала еще в детстве. А у меня были подружки, у которых было суперстрогое воспитание дома, их били за все, что угодно. И вы знаете, девственности, блин, не люблю так говорить, короче, первый половой свой опыт, они приобрели значительно раньше, чем я. Хотя, казалось бы, суперстрогое воспитание, суперназидательные родители, ай-яй-яй, ни в коем случае, дочь, а не сметь. Потому что, чем больше вы запрещаете, тем сильнее вы сжимаете пружину. Вот вы сжимаете, 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 эта пружина издает в какой-то момент однозначно. по-другому быть не может. То есть, родители хитрожопят и на этапе ребенка маленького они себе делают удобного ребенка. Удобно, 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 удобно. Подростковый период, возможно, вы еще как-то пройдете, а может быть и нет, кстати. Возможно, тогда и бомбанет, но не всегда. Но в какой-то момент вот это вот распрямление пружины произойдет однозначно. Вы думали, что вы себе подстелили соломку, но вы ее подстелили на вот тех ранних этапах. Рано или поздно ребенок начнет задавать вопросы или если вы не выстроили доверительные отношения, не начнет задавать. Не начнет задавать, просто пойдет творить, что хочет. Отношения с ребенком доверительные, чтобы к вам могли прийти с любым вопросом, закладываются в раннем детстве. Если вы такой молодец, бьете ребенка ремнем или палкой по спине, чтобы хорошо себя вел, потому что вам так удобно. Вы потом палку показали и ребенок вы потом получите такое, вам потом так это аукнется. Ох, тяжелое письмо. Ну что поделать, нам надо было его разобрать. Да? Что ж мы с вами? Мы не ищем легких путей. Понимаю, почему другие блогеры не взяли это письмо. Прекрасно понимаю. Поддержите, пожалуйста, комментариями, лайками. Становитесь спонсором канала, если вам нравится все, что здесь происходит, если вам важно те мысли, которые озвучиваются. Донатьте. Это все тоже очень классно, очень поддерживает меня лично и канал в целом. Будьте на связи с Ангелофренией, пишите мне везде, где только можете, если у вас есть такая потребность. Не обещаю, что сразу, это письмо у меня пролежало несколько месяцев, чтобы вы понимали. Не обещаю, что сразу, но я до писем добираюсь, либо я как-то их собираю, как-то их компоную по тематике, и потом мы с вами слушаем вот такой подкаст. Да. Люблю вас безмерно. Спасибо, что вы были со мной. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...